Всем привет, с вами Носарий. И сейчас готовимся к отпорте. Но при этом году мы посмотрим, есть ли какие-нибудь у нас новые способности и дальше будем отплывать до Акуареса. Ну, думаю, возьмем вот это. Так, хорошо. Следующий. О, как хорошо. Возьмем дамагадик на урон. А вон. Защиту. И последний у нас Афина. Прекрасный. Надо возьмем вот это. Это и на вид как-то интереснее. Да, хочу. Пусть, к примеру, сюда. Так, хорошо. И отправляемся тогда. Что у нас там остается. Какой-то проклятый остров. Не помню уже какой. Кстати, обидно, чтобы не было. Но вот засада в Саре. Интересно, но вы скажете. Как черноязыки узнали, что мы здесь. Боюсь среди нас шпион. И открыла свой разум гигантин. Да, мне тоже было-то интересно. Так я смогу узнать, кто из нас подвергся ее влиянию. А для нас есть риск? Если я чувствую пив, они чувствуют меня. Они узнают, где мы. Но если есть шпион, они и так знают. Я чувствую. За нами следят. Следят будто с большой высоты. Они знают о нашей цели. Они знают то, что знаем мы. Шпион был среди нас Сиолка. Нет. Она видит меня. Нет! Прочь! Медея! Я не могу это остановить. Руны! Я беспомощна из-за этих рун. Руны должны защитить тебя и всех нас. Мы договорились, что ты останешься здесь до конца похода. У тебя нет права держать меня здесь. Выпусти! Ясо, я тебя отблагодарю. Разве я тебе не нравлюсь? Ты молод, неопытен. Я многому тебя молчу. По-моему, что это всё лучше и хуже. Ты не в себе. Медея. Ты под контролем. Борись! Нет! Медея? Да. Она ушла. Я знал. Это была Геката. Ты мне помог. Твоя сила воли изгнала её. Спасибо. Ты в порядке? Я устала. Уходи. Я должна отдохнуть. Хорошо. Так. Мы на шаг ближе к Алкеме, Ясон. Я горжусь тобой. И что скажешь? Спасибо, Лекомед. Если мы победим, Микены будут в долгу каждому из вас. Дай знать, если что, понадобится. Ну, ничего нового он не говорит. После путешествий из Аркадии в Сарию, я зарёкся когда-либо выходить в море, что ещё раз доказывает, что будущее совсем не зависит от наших планов. Но с моим племенем всё в порядке. Когда вернусь, посмотрю, чего они добились. Я рад, что ты позволил Аталанте отправиться с нами. Скажи бы, этот поход много ей даст, несмотря на всю опасность. Она девушка особенная. Ей есть чему научиться у людей. Но и она многому может научить вас. Кто у вас главеннизиров в твоём отсутствие? На роль Альфа временно выбрали Агреса. Он справится. Скоро вернутся наши женщины и помогут. Ты был удивлён, узнав, что ты потомок Гермеса? Упрямец ещё какой. Поначалу да. У кентавров много легенд, но о Гермесе нет ни слова. Но потом я подумал и успокоился. Я горжусь тем, что я потомок Гермеса. Наверняка ему нравится всё это. Пока это всё, Легас. Прощай. На самом деле, что куда бы мы ни прибыли, мы постоянно забираем лидера этого острова. Сначала Легамеда, теперь Легаса. Прочный, при этом гибкий. С таким доспехом можно воевать целое тысячелетие. Что такое делаешь? Жаль, ладно. Так, ну тогда сейчас сразу говорим с Аргасом и отправляемся. Я взял курс на Кифру. Отправляемся. Аргас. Полный вперёд. Да. Кифра хранит себе тайны, которые должны там и остаться. Пошли туда, люди. Пусть найдут вход в храм. Если он всё ещё закрыт, пусть ждут там в засаде Ясона. Да, как-то не радует, что остров проклят. Посмотрим, что мы там найдём. Давай грузись. Хорошо. Быстренько выбегаем на поверхность. У нас тут такой мини-мегаполис целый. Крабль вообще огромнее. Хотя по-практически мы заняли уже всех. Каюты. Напомню, только несколько свободных уже осталось. Давай. Заброшенное место. Нам бы в порт, где побольше женщин. Так. Прекрасный пол – это бальзам для души. Ты только об этом и думаешь. Людские женщины. Я любил всяких. Каждый из них была незабываем. То не любовь, а похоть. Нет. Чтобы по-настоящему получить одну, надо полюбить всех. Больше женщин – больше любовь. В таком случае я в любви преуспею. Теперь ты путаешь любовь и похоть. О, нет. Любовь опустошает душу и разум. А похоть – кошелек. Мне нужна горячая еда, тёплый день. Приём – и сносное вино. Хорошо, теперь мы с вами поговорим. Я получил заброшенную гавань, болотный газ и клещей размером с воробья. У нас ничего такого нет. Мы здесь не ради отдыха. Вкус тряпней Аргоса в первый же день рассеял все иллюзии по этому поводу. Интересно, много ли осталось от той кифры, что я помню? Эх, только жалуются. Пан. Пан, ты представляешь Аракову. Расскажи об Аполлоне. Расскажи об Аполлоне. Более того, для тебя солнце светит ярче, чем для остальных. Какие силы дарует Аполлон воинам? Силу света, как оружие и как щит. Силу просвещения или силу исцеления. Расскажи об успехе Аполлона. Герой Аполлона, вооруженный благородной целью, подобен золотой жемчужине на поле боя. Ничто его не остановит. Ничто не сломит его волю. Все наносимые ему удары смягчаются. Обратись к Аполлону, и на тебя снизойдут лучи его славы. Хорошо. Расскажи о щите Аполлона. Щит Аполлона — это солнце. Он защитит тебя. Солнце дает силу, восстанавливает, питает, согревает тело и успокаивает разум. Но солнце и разрушает, иссушает землю, жжет глаза и опаляет оголенную спину. Аполлон побелевает солнцем. Оно дает воинам сил и уничтожает врагов. Если твоя цель — уничтожение, ярость солнца пропитает твой щит. Твой враг, несомненно, ощутит его силы. Расскажи о целительстве Аполлона. Исцелять дар вагон и смертных — это дар созидания. У смертных исцеление зависит от накопленных людьми знаний. Аполлон понимает все и исцеляет полностью, мгновенно. Исцеляющая сила Аполлона — великий дар. Его свет исцелит тебя. Расскажи о свете Аполлона. Нет ничего сильнее солнца. И что такое яркость? Попроси Бога показать тебе свет. Попроси Его озарить тебя. Он дарует воинам божественный свет, какого ты никогда не видел. И свет этот ослепит и опалит любого противника. Что об Оракуле скажешь? Я расскажу тебе, как она стала Оракулом. Я задал ей этот вопрос. Она сказала... Просто я спросила ответ. Это как? Ее призвали в Дельфы, когда Оракул Пелагия сбежала с убийцей. Но у нее не было вопросов. У нее был ответ. Она не искала ответов. Она искала вопросов. Станет ли она Оракула? И ее ответ был да. Ответ был — отражение лунного света в морской теме. Я не понимаю. И я тоже. Видимо, поэтому мы с тобой не Оракуле. Расскажи об атрибутах Аполлона. Мило. Аполлон — бог исцеления. Скажи об атрибутах Аполлона. Твои молитвы быстрее будут доходить до цели. На этом все вам. Спасибо. Ну, все тогда. Так, на Кифре ничего плесно не сказал. Остался у нас только. Несколько призрак. Иракул, привет. Руно когда-то хранилось на Кифре? Понятно. Ладно. Ладно. Только или глупец, или храбрец. Или просто отчаявшийся. В любом случае, мы прибыли сюда не за Руно, а за потомком Афины. Ясно. Я тут говорила с Ликосом. Он считает, что мне стоит пожить среди людей, после того, как мы найдем Руно. Говорит только так, я смогу обрести себя. Когда все кончится, можешь вернуться со мной в Волк. Посмотришь, как там... Отправляйся в Волк. Там не так много людей, как в Микенах. Прекрасные просторы. Возможно, я приму предложение и поеду с тобой. Я был на Кифре пару раз за много веков, Ясон. Но это было до того страшного шторма. И все же я могу помочь обследовать местный руин. Штурма? Да. Ты пойдешь со мной. Хорошо, у нас старая компания. Так, тут, видимо, двоих. Вопрос в том, кого будет лучше идти купить. Нам нужно кто-нибудь ближний. Возьмем Иракла, как ты с ним уже. Не в первый раз. Ну все, пойдемте. Похоже, что порт давно уже пустой. Перестудочек кто-нибудь живой есть. Космотаж, что пробил, кто не выключил. Рыбаки на лодках, корабли из всех портов Греции. Там дальше находится деревня Кифра и храм Афин. Уверен, здесь людей еще нет. Смотрите. Это большая загадка. Однажды во время страшной грозы все словно исчезло. С Кифры не было никаких вестей. Путешественники нашли остров пустым, а храм запертым. Говорили, что нашли город-статус. Словно жители оставили памятники самим себе. Где-то на острове тот, кого мы ищем. Если бы только мы пришли вовремя, мы бы смогли найти двух потомков Афины. Близнецов. Верховная жрица Медуза и ее брат Персей, страж храма. Афина сказала, Руно похитили из ее храма. Но неизвестно, кто и зачем сделал это. Может, Руно еще там. Насколько я знаю, никто не бывал внутри храма после той грозы. Много лет назад. Раньше начнем, раньше закончим. Идем. Пойдемте. Странное место для статуи. Да, выглядит все. Не думаю, что тут живут скульпторы. Предупреждение. Или то, что заставило Кифран исчезнуть. Миницы. Любопоки. Ладно. Значит, будем искать храм и дальше пытаемся в него войти тогда. Возможно, там кто-то остался. Ты, судья? Деревня впереди. Это место не так уж и пустынно. В деревне должны быть люди. Но почему пор так запущен? Куда она делась? Кто-то живой здесь все-таки есть, это радует. Деревня впереди. Если здесь есть люди, можно было бы осмотреть храм. Это истинный шедевр архитектуры. Смешение стилей. Они ждут вас. Ага, вот она. Интересно, что девочка делает тут одна. Где та петь-ка эта жрица? Так. Где кто? Как-то тихо и пустынно. Угу. Как мы видим, и на месте. Это храм или город? Нет. Сюда. Идем. Вот это все-таки город. Здесь есть закон. Закон всегда глух к жалобам осужденных. Закон всегда молчит в ответ на протесты народа. Закон всегда слеп. Здесь есть закон, и все должны склониться перед ним. Да, милое местечко. Закон Кифры был известен повсюду. И использовался многими городами и странами как пример. Это хорошо. Девчушка. Ты должен это сделать. Может мы их оживлять как-то? кто ты мое имя стрига я должна передать сообщение что ты должен возродить круг добродетелей а где все где другие жители деревни тут одна я не одна все здесь они дожидаются тебя ты уже видел остальных статуи да темные пришли среди ночи мы не смогли от них защититься значит темные превратили людей в статуи нет она чтобы спасти нас пока не будут возвращены добродетели все ждут тебя кто такие темные темные статуи он на этого и они тебя сердца темны но еще чернее то что скрыто во храме тьма ночи закрыла собой свет ты должен зажечь добродетели а каких добродетелях ты говоришь ты ведь знаешь скажи ему мы стоим в круге добродетелей ясон пять маленьких паров это пять добродетелей афина мудрость справедливость послушание храбрость смирение когда я тут был в последний раз каждый круг светился как звезда люди верили что свет не исчезнет пока добродетели будут царить на острове ты должен это сделать вновь зажечь добродетели тогда храм будет открыт скажи ему она права храм откроется только когда зажжется свет в круге так вперед пан ты знаешь как правильно зажечь круги найди их 5 верных 5 добродетелей приведи их домой и их добродетель осветит твой путь как мы узнаем кого нужно спасти где искать этих верных где по рачите они здесь всюду в деревне в болотах они тебя ждут стрига знаешь ли ты здесь человека в чьих жилах течет кровь на фигуре мы смотреть расскажите кто у нас потому как и но приговор им еще не вынесен что за пять добродетелей мудрость справедливость послушание храбрость смирение они осветят твой путь если все люди статуи как нам запасить время их ожидания истекло когда ты будешь рядом они услышат твой зов порядок из хаоса надежда из отчаяния темные перейдут вам дорогу что же началось афина помоги ясок сталь а а а а а надо это я не а а Так, ладно, пробуем его кинжевчик. Если у него стоит начать. Ай-яй-яй. Ставится. 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 Так, иди взрыв. Не получилось взрыва, видимо. И еще. Великолепный. Следующий дуралей. Великолепный. Великолепный. Замечательный. На этом все. Вы спасли нас. Я знал, что наши молитвы будут услышаны. Спасибо, воин. Кто ты? Я Ясон, а это мои спутники. Сатир, ты здесь раньше бывал? Да, но давно. Ты судья Минон. Да. Эти создания, кто они? Это, это были ионинцы. Скажи, она подожди. Они напали на нас как-то ночью, когда мы спали. Прежде чем мы спохватились, многие были убиты. Ионинцы. Кто-то укрылся в болотах. Ионинцы погнались и за ними. На наше счастье вмешалась Афина и защитила нас. Пока не придет кто-то, кто сможет нас спасти. Где ваши защитники? Стражники. А где была стража? У нас их нет. С тех пор, как Фаэйдон распустил стражу храма. Фаэйдон? Чужеземный вельможа. Ученый. Он советник Медузы. Зачем он распустил стражу? Он сказал, что истинные дети Афины должны верить в ее защиту. Стража сказал признак упадка веры. Мы должны найти остальных. По дороге мы тоже видели статуи. Где еще поискать? Скажи о других жителях. Много статуи есть здесь, в деревне. Но я прошу вас посмотреть и в болотах. Моя дочь Иона находилась в маленьком храме Афины в болотах. Наша знахарка Кассия тоже где-то там. Она ушла искать целебные травы. У нас тут больная девочка. Найдите Кассию. Знаете ли вы, что произошло в храме? Нет. Врата закрыты. В круге добродетелей темно. Найди наших людей, верни их сюда. Может быть, тогда врата откроются. Медуза и Персей внутри храма? Предполагаю, что да. Медуза жила в храме. Персей был с нами в деревне, когда враги напали. Но он побежал в храм, надеясь достать копье добродетели. Отряд ионийцев преследовал его. Потом врата закрылись. Грабители? Они нападали раньше? Сперва я так и подумал. Почему они напали? Они много знали о нас. Я слышал, как их командир отдал приказ найти и убить Персея. Но откуда бы простым грабителям знать имя Персея? Оставайтесь здесь. Мы найдем ваших соплеменников. Ты выполнишь волю Афины. Хорошо, спасибо. Мы пойдем. Верни мой народ и мою дочь Иону. Да хранит тебя Афина. Так, хорошо. Ну что ж, тогда, думаю, мы на этом прекратим. Поехали.